Слава нашему Господу! И второй брат нам напоминал о мудрости, о мудрости, которую Бог дает людям. Вы знаете, мы все здесь мудрые, потому что мы знаем Бога. Я когда уверовал и когда только обратился к Господу, вырос в верующей семье, и после армии я уверовал, уже обратился, покаялся и стал служить Господу. И прихожу к своему другу. И когда я начал там некоторые места, которые я только прочитал, цитировать из Священного Писания его матери, она говорит, о, какой ты мудрый. А я думаю, я уже мудрый стал. Так вот, мудрость, о мудрости Слово Божье говорит, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатой богатством своим. Но хвалящийся хвалится тем, что разумеет и знает меня, что я Бог, творящий милость, суд и правду, ибо только это благоугодно мне. Так говорит Слово Божье. И мы знаем, что так написано, что ибо надобно, чтобы всякий, приходящий к Богу, веровал, что Он есть. И верующим, и ищущим Его Он воздаёт. Слава нашему Господу, что мы имеем такого Бога, который даёт нам такие чудные обетования. И моё слово сегодня я хотел бы говорить и напоминать о примирении с нашим Господом. Я буду читать из послания, первое место это и послание к римлянам, пятая глава, первый стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом нашим через Господа нашего Иисуса Христа. Грех разделяет человека с Богом и производит отчуждение от него и вражду с ним. Человек, находящийся в грехе, он враждует с Богом. Он не может иметь мира, он не может иметь близости с Богом, потому что он находится в грехе. Святой Бог не может иметь мира с грешником, пока тот всё ещё продолжает находиться в грехе. Оправдание, которое мы имеем через Господа нашего Иисуса Христа, оно устраняет нашу вину и открывает наш путь к примирению. Вы знаете, Исаия говорит в 27 главе, написано так, 4-5 стих. «Бог говорит, гнева нет во мне, но если бы кто противоставил мне в нём волшсты и терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем, разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною». Исаия говорит, что Бог говорит, нет гнева во мне, но если человек, находящийся в грехе, начинает противостоять Богу своим грехом, своим поведением, то Бог говорит, я пойду на него войной для того, чтобы своё сокровище, то, что Богу принадлежит, осветить. И устранить то, что нечистое находится в нём. И поэтому тот мир, о котором говорит здесь апостол Павел в 5 главе к римлянам 1 стихом, он говорит, тот мир, который мы имеем с Богом, он означает нечто большее, чем прекращение вражды. Он включает в себя не просто примирение, он даёт нам дружбу и милосердие от Бога. Авраам, мы слышали об Аврааме, он, оправданный по вере, назван другом Божьим, потому что он сверхнадежды поверил с надеждой. Христос назвал своих учеников друзьями, потому что они поверили Слову Его. Для человека не может быть большего счастья, как иметь мир с Богом и называться другом Божьим. Вы знаете, в Священном Писании было много мест о тех, кто уверовал, кто обращался к Господу, кто становился на путь для того, чтобы служить Ему. Но не о всех Слово Божье освящает и открывает нам то, как это происходило. Но есть один такой случай, о котором особо Священное Писание затрагивает это и открывает нам то место, где действительно душа нашла мир с Богом и обратилась. И это место записано в 19 главе Евангелия от Луки, с 1 стиха. Я буду читать. «Потом Иисус вошел в Ерехон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что был мал ростом. И забежал наперед в лес на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо мне надо быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорить, что он зашел к человеку грешному. «Закхей же стал, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим. И если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Именно вот этот случай почему-то особо отмечен в Священном Писании, когда Христос пришел в Ерехон, он встретился там с Закхеем. Кто такой Закхей? Закхей – это был иудей. И в это время это имя было очень распространено среди иудеев. Даже в то время, когда Закхей был там, то один из равенам тоже носил такое же имя Закхей. Ну, Закхей находился, кем он находился? Он находился, был мытарь, вернее, начальник мытарей и сборщик податей. Ну, история говорит о том, что он был как начальник таможенных пошлин. Знаете, как у нас таможня, вот так и Закхей находился. Он был главным над всеми мытарями. И, имея положение в этом мире, он был действительно человек уважаемый, можно так сказать. Почему? Потому что он зарабатывал хорошие деньги для, как говорится, для себя и приносил доход государству. И поэтому его уважали. Уважали как человека богатого. Ну, может быть, не уважали его только потому, что он не всегда все честно делал. И считали его человеком грешным. Но в то же время он имел положение и в обществе. Но, и вот, когда пришел в это место Иисус Христос, Закхей написано, искал, искал увидеть Господа. Он слышал о нем. Он слышал об Иисусе, он слышал о той славе, которая шла впереди Иисуса. О нем рассказывали, о нем говорили, как он может исцелять больных. Как он даже может воскрешать мертвых. Он слышал о нем, но он искал увидеть его. Вы знаете, большое желание увидеть Господа, но при всем этом он был очень мал ростом. И за толпой он не мог увидеть Господа. Почему? Потому что, ну, мал ростом. Но в то же время, вы знаете, как часто люди, имея какое-то положение в обществе, они не хотят показать себя как-то, знаете, непристойно в обществе. Хотят, чтобы даже если занимает какое-то положение, чтобы всегда с ним считали, чтобы к нему относились более так уважительно. Но в это время, когда у Закхея появилось такое желание увидеть Господа, он не посчитался со своим положением, со своим саном, или тем, ну, как бы сан начальника, который он имел. Он не посчитался. Он как мальчишка побежал и залез на эту смоковницу, чтобы увидеть Иисуса. Я думаю, что не каждый человек, который услышал об Иисусе Христе, имеет такое сильное желание встретиться с Ним. Многие услышав, ну, да, Христос, да, делает такие чудеса, совершает такие многие дела, о которых действительно, которые достойны того, чтобы о них говорили. Но не каждый, услышав об Иисусе Христе, желал бы встретиться с Ним. У Закхея же появилось это желание. Вы помните, что в свое время, когда в Ветхом Завете, когда Саул не послушался Бога, и когда, вернее, пророка, который говорил ему, чтобы он ожидал для того, чтобы, когда он придет, они принесли жертвоприношение, и потом, чтобы Саул совершал то, на что Бог его определяет. И он не послушался его. И потом, когда царство было отвергнуто уже Богом от него, он все же просил Самуила, что «почти меня перед народом, почти, чтобы обо мне говорили хорошо». То есть переживал за свое положение в обществе. Все-таки был царем. Но здесь Закхей, он тоже занимал какое-то положение, хотя и слыл грешным человеком, но все же начальник был. Но он не посчитался со своим положением. Он влез на дерево и хотел увидеть Иисуса Христа. Христос, проходя, написано, взглянул и увидел его. Смотрите, Христос, когда увидел Закхея, заметил Закхея, то он призывает его, чтобы познакомиться ближе с ним. Он призывает его и говорит, и предлагает ему принять его в свой дом. Он говорит ему, он рассчитывает на то, что Закхей обязательно его примет в свой дом, потому что Христос, он знает сердце человека. Слово Божье, ведь написано о Слове Божьем, что оно острее обоюдоострого меча. И оно проникает до разделения состава мозгов, судит помышления и намерения сердечные. Так Слово Божье. А тем более Господь, который создал сердца всех, Он видел этого человека. И Христос называет его по имени. Он говорит, Закхей. Закхей мог бы, конечно, сказать, Господи, как помните, Нафанаил говорит, откуда ты знаешь меня, Господи? Откуда ты знаешь? Но Христос Нафанаилу говорит, я видел тебя, когда ты был под смоковницей. Вы помните это место, о котором, когда Христос встретился с Нафанаилом? Но здесь Закхей даже не спрашивает, почему ты знаешь меня по имени? Может быть, Христос слышал о нем. Не написано, что они встречались раньше, но Христос называет его по имени. И говорит, сойди скорее. Сойди скорее, потому что мне надо быть в доме твоем. Я вам скажу, что иногда люди, пришедшие увидеть Иисуса Христа и слыша Его Слово, переживают духовное пробуждение и обновление сердца. Точно-то это же и произошло из Закхея. Когда он увидел Иисуса Христа, когда Христос, вернее, обратился к Нему, что-то в его сердце произошло совершенно новое. Он почувствовал, что что-то другое, что-то не то, как прежде. Ведь люди часто обращались к Нему, часто звали Его по имени, но здесь Его сам Христос назвал. Закхей, сойди. Мне нужно быть сегодня у тебя в доме. И, знаете, бывает, человек занимает какое-то особенное положение в обществе, и он находится на высоте, и часто, когда ему что-то говорят, он как-то смотрит свысока. Но также и Закхей. Он находился на смоковнице, и Господу надо было сказать ему, сойди, сойди, опустись, пониже, чтобы мне войти в твой дом, чтобы мы могли встретиться с тобою. Я вам скажу, что зачастую люди, которые, они малые ростом, да, но они бывают с такой широкой душой. Они бывают сильные духом. Бывают люди, которые высокие, рослые, но они бывают зачастую трусливые. Они не могут так открыто и так смело встретиться с Господом. Они боятся и переживают за свое положение. Поэтому, я так думаю, что это не смущало в то время Закхея. И пусть не смущает тех, кто не имеет такого высокого роста, кто не достиг какого-то особенного положения. Бог смотрит на сердца. Бог смотрит на то, как человек стремится к Нему. И вы видите, здесь Слово Божье говорит, что «И он поспешно сошел и принял его с радостью». Закхей, он был вне себя от радости, когда услышал, что Господь хочет войти в его дом, и чтобы вместе с ним иметь общение. Он поспешно сошел, принял его в свой дом. И вы знаете, как часто, вот Слово Божье нам напоминает, оно говорит, что Господь стоит, говорит, «Се, стою у двери и стучу, и кто услышит голос мой?» Это означает то, что Закхей, когда принимает Господа в свой дом, это как каждый человек, к которому обращается Господь, он принимает Христа в свое сердце, открывая его. Если он принимает с радостью, то, я скажу, там будет торжество. В этой душе будет радость и ликование. Подобно то, что мы видим, как здесь происходило и с Закхеем. Но хотя в то же время Закхей радуется, Закхей торжествует, что Бог, сам Господь пришел в его дом. Но не так-то все здесь и хорошо. Тут же начинают все роптать и говорить, что, вот смотрите, он пришел человеку грешному, наверное, самому негодному из людей. Ну так, его понимали. Но ведь Христос для того и пришел, чтобы спасти, взыскать и спасти погибшие. Чтобы из грешников сделать праведника в себе. И вот здесь Закхей ликует, и сердце его переполнено. Ну, а люди окружающие ропщут. Там написано, здесь написано, что и все, не просто там фарисеи, книжники, но все, видя, что он зашел к человеку грешному, начали роптать. Но в то же время, находясь в его доме, мы знаем, что Закхей, он был человек богатый. Как Слово Божье говорит, что он был человек богатый. Он владел большим имением, и мы можем представлять, что он был увлечен тем, чтобы собирать себе сокровища, для того, чтобы устроять свой дом, свою семью. Ну, вы помните, буквально в предыдущей главе Христос, подходя к Иерихону, к нему подбегает юноша и падая кланяется, и говорит, Господи, что мне нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? И он ему говорит, что нужно сделать. И потом, в заключении он говорит ученикам своим, трудно, надеющимся на богатство, войти в Царствие Божие. Трудно, надеющимся на богатство, войти в Царствие Божие. Но Закей, он тоже был человек богатый. Достаточно имел того, чтобы жить и ни о чем не заботиться и не думать. Но Закей тоже понимал, что все из того, что он приобрел или имел, не все было чисто и справедливо. И вот здесь, когда все начали рабстать и говорить о том, что Господь зашел к человеку грешному в дом, Закей, написано, встав и сказал. Доказательство того, что теперь он стал другим человеком, что Господь вошел не просто в его дом, он не просто посетил его и разделил с ним обед или ужин, но он вошел в его сердце, он вошел в его жизнь. И доказательство того, что он принял Господа и раскаялся во всех своих поступках тех, которые он прежде творил, он встал. Он не просто сидя или где-то там в углу начал говорить, но он встал. Почему он встал и начал говорить? А потому что Слово Божье, оно напоминает, говорит, что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Сердцем веруют, а устами исповедуют. И вот Закхей встает и начинает исповедовать. И исповедовать то, что всех повергло в шок. Смотрите, что он начал говорить. Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Какая щедрость! Буквально недавно Господь говорит, что трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Закхей этого не слышал. Но он был человек весьма богатый. И в то же время он говорит, что половину своего имения я раздам. То есть произошла совершенно иная перемена в сердце этого человека. Он понял, что все это богатство, оно временное, оно тленное. Когда он встретился со Христом, действительно пережил перерождение своего духа и своей души. И вот смотрите, что он говорит. Мало того, что половину имения, но он говорит, кого чем обидел, я воздам вчетверо. То есть он признал, что он вор. Практически он обворовывал народ. Вы знаете, почему? А вот потому что Священное Писание, оно нам напоминает, говорит, в 22 глава, Исход, первый стих. Написано так. Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то пять волов заплатит за вола, и четыре овцу за овцу. Смотрите. Закхей это понимая, он говорит, Господи, и если кого чем обидел, в четверо воздам. Тем самым он признает, что он был грешник, он был вор. Но во всем этом он раскаивается и признает свою вину. Поэтому Христос, и обращаясь к нему, говорит, ныне пришло спасение домусему, потому что и он сын Авраамов. Христос одобряет и принимает покаяние, разрушая всякое обвинение, которое воздвигали на него все окружающие. Закхей возвещается то, что пришло спасение дому его, и что он сын Авраама. Потому что он поверил. Поверил Господу, что это есть Господь, который изменяет судьбы, изменяет жизнь людей. И поэтому в одно мгновение переменились его мысли. И он стал честным и милосердным, и добрым человеком. Смотрите, мы не знаем, каким он был, каким он был, но все его считали негодным человеком. А тут увидели, что он стал действительно добрым человеком. Почему? Потому что он половину и менее своего раздаст. Он кого чем обидел, он четверо воздаст. И это говорит о том, что Закхей примирился с Богом. Потому что Христос говорит, что спасение пришло не только к Закхею, а спасение пришло дому его. Закхей стал практически благословением для всей своей семьи. И для жены, и для детей, и для родственников своих пришло спасение дому всему. Дорогие друзья, как важно иметь мир с Богом. Как важно примириться с Господом, тогда, когда Господь простирает к нам свою милость и свою любовь. И вот я еще напомню одно место из Священного Писания, и мы будем приходить к молитве, чтобы благодать Божья могла укреплять нас и давать нам силы для дальнейшего пути следования за Господом. Как Слово Божье говорит и так, оправдавшись верою. Мы все оправдываемся верою, потому что без веры мы не можем жить на этой земле. Без веры мы не сможем достичь того царства, в которое Господь ведет нас. И поэтому, далее Слово Божье говорит с 10 стиха, «Ибо если мы, будучи врагами, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его и недовольность Его. Но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Примирение приходит только через Господа нашего Иисуса Христа. Как тогда, когда Он был здесь на земле, когда Он ходил и проповедовал о Царстве Божьем и возвещал о том, какие блаженства ожидают тех, которые оставят все и последуют за Ним. Так и сейчас. Так и сейчас Слово Божье напоминает, что только посредством Его жертвы, только посредством Его ходатайства, только посредством того, что Господь может явить свою силу искупления для того, чтобы оправдать нас, мы можем иметь мир и примирение с Богом. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас, кто сегодня еще не примирился с Господом, кто сегодня чувствует еще то, что сердце Его не дает ему возможности иметь дерзновение в близости с Богом в молитве, в общении. Вы знаете, сегодня Господь стоит у двери и стучит. Стучит. И кто отворит эту дверь? Кто впустит его? Как подобно пустил его в свое сердце Закхей, чтобы действительно Господь мог произвести полную перемену, чтобы не просто приходить на это служение, послушал то, что нам говорится здесь, то, что проповедуется, идти домой и заниматься своими делами, но чтобы действительно произошла перемена, чтобы мы вспомнили, что мы некогда, когда Господь призвал нас, мы тоже радовались, как Закхей. Мы были вне в себя от радости. Мы торжествовали в Господе и знали, что мы в руке Его, и что Он ведет нас по тому пути, на который Он нас поставил, по пути жизни вечной. Но, может быть, где-то что-то растратили, где-то что-то потеряли. Есть сегодня возможность поправить светильник свой, исправить путь свой, исправить свое хождение перед Господом. И пусть Господь благословит, чтобы вот эти слова, слова из Священного Писания были напоминанием нам о том, что кто думает, что Он стоит, берегись, чтобы не упал. Как тот юноша, который пришел к Господу, но пожалел свое богатство. Но тот, который оставил все и решил раздать все, он был не просто спасен, а был благословением для всего своего дома. Пусть Господь благословит и нас, чтобы нам подражать Святым Божьим, которые дают нам добрый пример для исполнения Священных Писаний в нашей жизни. Аминь. Помолимся Господу. Аллилуйя, слава Тебе.